Ну что ж, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ, время сухого остатка 18.00 в Москве, и как всегда в это время мы смотрим на то, что творится на финансовых рынках, а там что-то творится, ну или как минимум начинает что-то твориться, то, о чем мы говорили так долго, о чего ждали какое-то время, может быть это оно и началось, ну посмотрим сегодня, поговорим об этом. Добрый вечер, Наташа. С собственными наблюдениями, что вы думаете по этому поводу, ну а по поводу чего? Картина маслом, 18.05 в Москве, и так что происходит в данный момент на финансовых рынках, ну как минимум все едино, как это сказать, гласно, единоцветно сегодня, все единоцветно, все красное, все красное. Начинаем с индикаторов рынков, индекс РТС в моменте теряет больше 2%, падение ускорилось, 1548 текущая котировка, индекс ММВБ процент с небольшим, 1493 его текущая котировка, но понятно почему, потому что рубль сегодня тоже сдает. Вчера сильное закрытие, СНП вчера потерял почти полтора процента, и кто любит технический анализ на дневном графике, великолепная медвежья, черная свеча, которая закрывает там предыдущую неделю практически. Ну и все остальные, в принципе, начиная с Азии, Nikkei 225 потерял почти полтора процента, Shanghai Composite почти 3%, Европа тоже сегодня в минусе, FTSE 100 теряет полтора процента, в общем все пока красненькое. Дальше смотрим сырьевые рынки и Форекс, нефть марки Brent активно корректируется, больше полутора процентов в минусе, 113 уже стоит бочка марки Brent, золото. Вчера, кстати, почувствовала поддержку, оно 1560, эту цифру мы называли многократно, сейчас отскакивает 1568, за унцию стоит этот металл. И евро-доллар показывает чудеса практически после вчерашних даже попыток пробиться выше 1.34, сейчас уже ниже 32 фигуры. Да, 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 Олег, хотел что-то сказать, да? Да нет, ну просто... Вот оно как, да, ты в этом смысле? Серьезно. Серьезно, безусловно, безусловно, серьезно. И, кстати, дневная линия тренда, которая проходила чуть выше, ну посмотрим на сегодняшнее закрытие, ну, по сути, она, видимо, уже под вопросом. Основной набор голубых фишек, голубые фишки в красном сегодня, лидеры падения. Банк ВТБ теряет больше 4%, Сбербанк, ну, учитывая, да, банковский сектор. Сегодня, кстати, я смотрел на график тоже, да, больше процента, чуть больше процента, но не выходит он из пределов разумного, в отличие от своего младшего партнера. Ну и дальше, что можно еще здесь, здесь увидеть? Северсталь теряет больше 2%, почти 2% АвтоВАЗ. Далее, что у нас МТС, обычка больше полутора, НЛМК, почти 3%, в общем, все падает, все падает, все падает. Куда? Куда и почем? И почему? Давайте начнем разговор. Наташка, с тебя, если позволишь, мы начнем. И первый вопрос у меня, что тому причиною? Ну, причиной, естественно, стала минутки ФРС опубликованной, да, и та информация, которая дала понять рынкам, что среди председателей ФРС идет активная дискуссия по вопросам выстраивания дальнейшей политики, в том числе политики количественных смягчений. Да, я, извини, выписал даже, да, господин Джордж Эстер, глава ФРБ Канзас-Сити, он был против этого, да, и уже, вот, как говорится, единогласие. И на душе нет. Да, и сама возможность дискуссии при, в принципе, ну, неплохих данных пока по экономике США, да, которые, в принципе, ну, позволяют рассчитывать на какой-то рост такой более-менее устойчивый при базовом сценарии, да, при том, что мы не учитываем там фискального клифа и так далее. Конечно, сама дискуссия о том, что ФРС готовится и обсуждает вообще выход из этих мер, или может обсуждать и даже не выход, а сокращение там объемов операции, конечно, уже повергает рынки в такую неприятную коррекцию достаточно. Вот. Ну, соответственно, сегодня добавили данные по PMI еврозоны, то есть была на рынке такая очень хорошая идея на то, что в еврозоне в первом квартале все потихонечку налаживается и восстанавливается. И, собственно, последние данные, они ничего такого впечатляющего не показали, мы видели ухудшение даже по сравнению с януарскими данными в целом по еврозоне. Единственная страна, там больше 50 пунктов, это Германия, которая покажет какой-то около нулевой рост, да, там в первом квартале. Соответственно, рынки были разочарованы, эта идея тоже себя, как бы, наверное, немножечко дискредитировала последними данными и, соответственно, реакцию мы видим и на евро-долларе, который там развернулся и пошел ниже 32. Нет, он просто валится, он просто валится, ну, как минимум в первой половине дня. Вот. Ну, то есть вот основные две вот эти идеи с тем, что США будет как-то, может пересмотреть, да, свою политику относительно. То есть неоднозначно, да. И, соответственно, то, что в Европе не все так хорошо, как хотелось бы. Олег, как ты думаешь, это начало долгожданной коррекции, и мы увидим еще процентов 15 ниже, может быть, и красота, нет? Ну, начать хотелось бы, знаете, с одной известной строки классика. Когда в товарищах согласия нет, на Латвии дело не пойдет. Кто автор, если не секрет? Насколько я помню, Иван Андреевич Крылов. Совершенно верно, да. Так вот, помятуя об этом и помятуя о том, что произошло на медни, когда публиковались протоколы заседания ФРС, которое было в конце января, и говоря о перспективах возможной коррекции, я бы, конечно, по одному дню не стал бы делать далеко идущих выводов, каких-то скоропалительных. Но очевидно, что если в течение 7 недель индексы Dow Jones и S&P 500 подбираются к своим абсолютным, я подчеркиваю, абсолютным историческим максимумам, если цена на нефть находится в диапазоне около 117-120 на протяжении примерно такого же срока, и при этом никакие даже геополитические события не могли сдвинуть цену на нефть резко вверх, а они продолжаются. Да, мы видим, что и ближневосточный регион неспокоен. Это говорит о том, что спекулятивная составляющая в ценах на котировках как на американском рынке, так и на нефтяных площадках, она была слишком высока. И нужна была какая-то, скажем так, причина. Нужен был какой-то повод для этой коррекции. Вот в качестве повода были выбраны, скажем так, несогласия одного из членов комитетов Федеральных резервных банков США с тем, что происходит. В принципе, если посмотреть на эту ситуацию уже трезво, скажем, открещиваясь от эмоций, от того, что вот, то, что мы сегодня видели на рынках, это, конечно, серьезно, хорошо, то, в общем, ничего удивительного в этом нет. Если мы с вами примерно прикинем и посчитаем, какой объем средств тратит ФРС на выкуп активов, то получится, что это примерно сопоставимо, ну, примерно с триллионом долларов. То есть, считывая, что там 85 миллиардов долларов ежемесячно тратится. То есть, что это такое? Это, по большому счету, если сравнивать, например, с таким показателем, как ВВП России, ну, я образно говорю, да. Я что, не образно? Давай сравним. Это примерно, ну, не намного меньше. То есть, там ВВП у нас около трех триллионов, да, соответственно, выкупается около триллионов в год. То есть, сумма, конечно, колоссальная, гигантская. Накачка идет абсолютно фантастическая. И в данном случае ФРС, он стал заложником той и той политики, которую он проводит, увеличивая объем денежной массы, активно форсируя эмиссию, ставя перед собой целевые показатели в виде инфляции и безработицы. Мы видим, что да, вот абсолютно я согласен с Натальей, что данные, в принципе, по рынку труда выходят и неплохие. И, в общем, худо-бедно безработица даже снижается. Но если она будет снижаться теми темпами, которыми она снижается, я вот не поленился и посчитал, то продолжать эту программу выкупа активов надо будет, как минимум, до начала 2015 года. Если опять целевые уровни вот эти, да, сколько? 6,5%. 6,5, да. Ну, с учетом того, как это влияет на курс доллара, как это влияет на инфляцию, и понятно, что заинтересованность США в том, чтобы слишком ослаблять доллар, наверное, большой-то уж нет. Конечно. Понятно, что кто-то из членов ФРС остается этим недоволен. Что касается других причин, то они абсолютно очевидны, понятны. Поведение спекулянтов, они всегда характеризуются таким лавинообразными скачками, да, когда что-то происходит, то, что долго ожидается, если есть какой-то повод, это немедленно начинает отыгрываться. Что касается ситуации в Европе, то тут последние данные по большинству стран и по ВВП Еврозоны в целом по-прежнему нам указывают на то, что до восстановления еще пока далеко, ситуация рецессии пока продолжается, и здесь даже заслуга не столько какой-то линии поведения, которую там предпринимает ФРС, да, понятно, что это все взаимосвязано, сколько общая ситуация с тяжелой ситуацией на межбанковском рынке в Еврозоне и ситуация с тем, как ведут себя инвесторы именно непосредственно на других рынках, активизируя вложение своих фондов в те или иные европейские бумаги, ну или другие инструменты. Поэтому, в общем, это вполне логично было ожидать такой реакции. Ну, то есть, в конечном итоге мы говорим, да, что вот ожидания, 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 они росли, они ширились, да, и логика в этих ожиданиях была, нужен был толчок, нужен был пинок. В общем-то, логика любого инструмента на фондовом рынке, она предполагает после какого-то затяжного периода роста или падения противоположное движение. Естественно. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжим, продолжим, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, в гостях Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела, все на компании RecomTrust. Смотрим, что происходит, за и против факторы, мы ищем за и против, пока все факторы против. Кстати, еще один фактор добавился, уж, наверное, не очень принципиальный, не очень долгосрочный, да, но, тем не менее, в 17.30 выходила статистика по рынку труда. Да, в частности, да, количество обращений за пособием. Так вот, они выросли в предыдущую неделю до 362 тысяч, сейчас я читаю, ожидал 355. И предыдущее было пересмотрено в худшую сторону. Будет ли продолжение падения? Как ты считаешь, Олег? Ну, я еще раз повторюсь, что пока, еще раз, да, скажу, по одному дню коррекции делать далеко идущие выводы сложно, но мое убеждение в том, что, наверное, это коррекционное движение должно продолжиться. Вряд ли оно будет, наверное, таким же продолжительным, как был до этого периода роста. Там и технические индикаторы говорят о том, что, наверное, столь длительного отскока вниз не будет. Я вот смотрел примерно ближайший технический уровень по индексу МВБ. Все у нас еще три дня назад говорили, как же будет себя вести индекс, если он дойдет до полутора тысяч пунктов. А он смело эти полторы тысячи взял и преодолел по лучшим. Да, и даже не заметил практически. И сегодня утром уже было там 1490. Ну, и если посмотреть на технику, то где-то 1470 там ближайший уровень. То есть это все-таки подразумевает не столь сильную коррекцию, как был до этого рост. Но то, что она должна продолжиться, в этом ничего удивительного и ничего негативного нет. Это вполне, еще раз повторюсь, нормальное явление. Особенно с учетом того, что, по большому счету, пока какого-то консенсуса между основными, скажем так, экономическими органами мира. Это назовем, кто у нас, центральные банки, четыре центра банка. Да, Японии, ФРС, Англии, ЕЦБ. А институты экономические в лице ОСР, в лице МВФ, в лице Банка развития, Всемирного банка. Они, в общем, дают абсолютно разные прогнозы относительно того, куда будет двигаться мировая экономика с точки зрения именно цифр. То есть, какое-то общее понимание примерно понятно. Да, время тяжелое, наступает рецессия, но масштабы его, в общем-то, у всех разнятся. И еще один момент, о котором тоже хотел сказать, он касается вот недавно прошедшей встречи министра финансов G20 в Москве. Потому что мы председательством в этом году, в двадцатке, в отношении валютных войн. Очень характерно было поведение, ну, большинства глав центральных банков в отношении того, ну, вот, того, как же реагировать на заявления главы ЦБ Японии, премьер-министра, о том, что нам необходимо девальвировать иену, дабы быть конкурентоспособными на мировых рынках, дабы побороть дефляцию, которая уже довольно давно в Японии имеет место быть. Ну, и, в общем-то, все согласились с тем, что, наверное, искусственное регулирование курса в текущей экономической системе это не есть хорошо. Значит, согласились, пообщались, поговорили, вышли, и каждый пошел дальше своим путем. Иена главная, да, в понедельник опять начинает падать. И поэтому в данном случае это говорит о чем? Что есть вроде бы глобальная мировая финансовая система, есть трансграничные перетоки капитала, есть общая заинтересованность региональной, но при этом каждая из мировых финансовых центров, каждая сторона, Европа, Великобритания, Япония, США, она отстаивает свои абсолютно четкие... Ну, это логично. Я бы даже так сказал, протекционистские интересы, потому что каждый заинтересован в чем-то своем. И вот с этой точки зрения ближайшее время, там, несколько месяцев, может быть, там, квартал поведения мировых рынков, в нем, мне кажется, не надо искать какой-то логики такой всеобщей, глобальной, потому что тот период, когда все сильно друг от друга зависело и все было взаимосвязано, он, ну, к счастью для кого-то, для кого-то, к сожалению, мне кажется, уходит в прошлое. Сейчас на первый план выходят конкретные меры и конкретные причины каждого регулятора. Вот мы говорим, например, о Японии, да, говорим о том, что нужно снижать курс, дабы преодолеть девальвацию. Это они говорят. Да, ну, они говорят, мы их ретранслируем, назовем вот так. Мы ретранслируем господ из ФРС, которые говорят о том, что, да, эта программа КУИ-3, выкупа активов, она, конечно, показывает свою эффективность, и вот мы говорим о рынке труда, что там все действительно хорошо, но это способствует в дальнейшем тоже росту инфляции и снижению курса доллара. Значит, надо же как-то, соответственно, какие-то решения принимать. Ну и, соответственно, в Великобритании, в Европе что-то похожее. Если там переключиться на Россию, то мы, к сожалению, не будучи игроком, который решает и устанавливает правила игры, мы исключительно подстраиваемся, и с этой точки зрения, будучи экономикой сырьевой, когда мы увидим, что в ближайшую, наверное, неделю будет продолжаться бегство в доллар, и это вполне логично, что на фоне принятых решений и последних событий курс доллара будет крепнуть, понятно, что мы, как сырьевая экономика, наверное, окажемся не в лучшем положении, и рынки у нас будут, наверное, пребывать в красном цвете. Ну, так сказать, с другой стороны, это было очевидно, потому что тот рост, который наблюдался, он, собственно, должен был когда-то прекратиться. Вот. Олег, сейчас мы, собственно, повернемся уже лицом к отечественным площадкам. У нас есть звонок, давайте послушаем, не томить Владимира. Владимир, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер, а я хотел как раз еще к российским площадкам отправить. Да, давайте. Тоже историю. Вот Япония поставила себе уровень инфляции 2%, да, но у них там инфляция уже давно, долгая. Инфляция. И поставили себе, да, там уровень 2%, по-моему. А вот, скажите, в Америке же тоже нет особой инфляции. А почему там, ну, расскажите вот так, почему они не хотят там поставить уровень инфляции какой-нибудь задать и как-то ее разогнать, чтобы там поддерживать что спроса или на что влияет. И почему ее так боятся тоже в Европе, и все это инфляция. Вот этот вопрос первый и второй. Ну, и вот идеология Бернанки. Все-таки Бернанки победит всех или как вы думаете? Ну, он практически победил уже. Спасибо, Владимир. Спасибо. Наташ, по поводу первого вопроса, да, целевые уровни инфляции, для чего они устанавливают, почему действительно Федрезерву тоже каким-то образом здесь не выделится? Да, ну, на самом деле целевые уровни инфляции есть у каждого центрального банка, в том числе там у ЕЦБ, у ФРС, у Российского центрального банка. Это их основная задача, их основная политика. А сейчас инфляция в США, она, в принципе, идет, растет, как раз должны были сегодня, по-моему, данные выйти. Вот, и, в принципе, порядка там полутора процентов, если я не ошибаюсь, да, там 1,6. То есть, в принципе, с точки зрения инфляционного давления на экономику США сейчас его нет какого-то избыточного. Именно поэтому ФРС позволяет себе так себе печатать деньги. Естественно, этот показатель ФРС отслеживает, и как только он будет показывать какую-то угрозу, я думаю, что мы будем говорить об изменении политики центрального банка. Ну, то есть, опять, да, вот взаимосвязь именно очевидна. Кстати, Наташа, права, значит, статистика по инфляции сегодня, CPI, да, инфляционных потребительских цен, выходил по штатам, вот я читаю, значит, индекс потребительских продуктов питания энергоносителей в январе вырос на 0,3% от месяца к месяцу, да, ожидалось повышение на 0,2%. Ну, вот вам, хоть небольшой, но сигнальчик тому, что какая опасность есть. Я буквально пару слов хотел сказать по поводу первого вопроса в отношении того, почему Япония, скажем, ставит себе целевой уровень инфляции, а Соединенные Штаты не ставят. Я согласен с Натальей, что у каждого регулятора, естественно, это в наборе там базовых показателей, это само собой, но речь идет о том, какой показатель является основным, да, то есть, если мы говорим о ФРС, то в уставе ФРС, черным по белому записано, что две цели поддержания устойчивого курса доллара, а и стабилизация ситуации на рынке труда, я подчеркиваю, на рынке труда, об инфляции там нет ни слова. Инфляция, естественно, важный показатель, и Центробанк ее отслеживает, но опосредованно. Я думаю, что, конечно, основной показатель для ФРС это рынок труда. По мере того, как ситуация там будет себя вести, если она начнет ухудшаться, если количество заявок на пособие безработицы будет, скажем, увеличиваться, период к периоду, на протяжении какого-то периода времени. И, собственно, те, такие, скажем, дискретные увеличения этого показателя, они, в общем-то, дали повод многим из членов Федеральной резервной системы, региональных банков усомниться в том, что стоит ли продолжать дальше эту программу. Поэтому я думаю, что именно по этой причине США и не, скажем так, заостряет внимание на инфляции, как на цели номер один, в отличие, кстати, от российского ЦБ. И второй вопрос по поводу идеологии Бернанки, победит он или нет. Ну, здесь нужно понимать о архитектуре финансовой Соединенных Штатов. Побеждает не какой-то конкретный человек, побеждает конкретная, скажем так, в данном случае, либо А, либо Б корпорация. Да, есть противоборствующие, скажем так, силы, да, есть противоборствующие, назовем их так, группировки. Каждый из них отстаивает свои задачи. Кто-то повышение налогов, кто-то, наоборот, снижение налогов, кто-то урезание расходов, кто-то нет. В данном случае ты говоришь как раз о том, что происходит сейчас, да, о демократах и республиканцах. Мы видим это, собственно, каждый день, мы видим это каждую неделю, мы видим, что 1 марта, например, если ничего не будет принято, если Обам не договорится с Конгрессом, придется автоматически секвестировать статьи, придется урезать бюджет. Вот о чем нужно вести. То есть там лежит, что называется, ключ к тем или иным экономическим решениям. В данном случае пресс-ФРС, конечно, должен обладать определенным опытом, должен иметь собственное мнение, но это не настолько, скажем, назовем так, конечная фигура, которая принимает те или иные решения. Она важна, но она не финальна, я бы так сказал. Инициатива в конечном итоге, да, вот всего того, что мы наблюдаем, это не инициатива конкретного человека, в данном случае Берна. Ну, безусловно. Этот человек в системе. Притворяет в жизнь то, что... И многие, которые его там буквально либо там демонизируют, либо позволяют, считая, что этот человек чуть ли не регулирует денежную массу на земном шаре, ну, будучи как доллар основной резервной валютой. На мой взгляд, такие представления о нем, они несколько преувеличены. То есть нужно рассматривать всю систему в целом. Я понял. Спасибо. Спасибо за ответ на вопросы. Осталось немножко времени. Значит, мы сейчас начнем, а уже после перерыва продолжим разговор о том, что происходит на отечественном рынке. И причем, наверное, есть смысл начать с того, что происходит сегодня с рублем. Ну, прокомментирую просто, да, вот, все, два месяца практически он торговался в узком диапазоне. 20 копеек туда-сюда ходил. А сегодняшняя свеча достаточно убедительная. Открылся он выше гораздо этого уровня. И в моменте стоило почти 30 рублей 50 копеек. То есть пробой верхней границы диапазона. Ну, и что логично, из рубля уходит в доллары. Итак, сейчас время новостей на Финам.ФМ. Как всегда, мы слушаем их с удовольствием. А потом продолжим. Итак, продолжим. Продолжим. Сухой остаток на Финам.ФМ. В гостях сегодня Наталья Ешилова, главный аналитик Бинбанка. И Олег Абелев, руководитель аналитического отдела институтной компании RecomTrust. Ну, собственно, говорим о насущном, да, анализируем текущие ситуации. И моя просьба, уважаемые коллеги, давайте посмотрим на пару доллар-рубль. Ну, на рубль против корзины, если вам так удобнее. Действительно, сегодняшнее открытие и сегодняшняя торговля в паре доллар-рубль, да, навевает некие, так сказать, мысли, некие предположения. Ну, как минимум, мы, так сказать, озвучивали и с вами, по-моему, в том числе, что 30 рублей за доллар, это может быть такой долгосрочной поддержкой. Даже если попытка будет уйти вниз, там, куда-нибудь, в районе 29,7-29,50, она будет недолгой. Ну, и вот сейчас мы это наблюдаем. Олег, как ты видишь ситуацию? Ну, что касается пары рубль-доллар, здесь, на самом деле, рубль даже оказался в чуть более выигрышном положении по сравнению с другими валютами, ну, основными, да, на валютных рынках. Речь идет о евре, речь идет о швейцарском франке, о йене, о фунте. Ну, фунт, кстати, пострадал тоже здорово, я вам хочу сказать, да, фунт. Он хорошо, да, но если мы посмотрим на рубль, то мы увидим, что те факторы, которые сейчас находятся, скажем так, во главе угла на российском рынке, на внутреннем российском денежном рынке, скажем так, они, конечно, в большей степени определяют поведение рубля, нежели рост курса доллара. Понятно, что рост курса доллара, он так или иначе влияет, а что это за факторы? Ну, во-первых, это колоссальное уменьшение денежной массы, изымаются просто доходы, вернее, изымается объем денежной массы в пользу правительства, расширенного правительства, соответственно, количество рублей в экономике уменьшается, и, в общем-то, мы видим последнюю отчетность ЦБ, вернее, не отчетность, а, скажем так, месячный доклад о состоянии дел в денежно-кредитной политике, это четко показывает. То есть денежная масса, она уменьшилась, по-моему, на 12%. И, естественно, при уменьшении рублей в экономике на них возникает дефицит, отсюда растет и курс. И когда мы говорили о том, вот до начала этой коррекции, что курс рубля к доллару укреплялся, собственно, было понятно, что в основном укрепление происходило именно по этой причине. Сейчас, я думаю, что мы вступаем в период такого достаточно жесткого боковика. То есть будет этот диапазон, но он будет крайне узок, то есть несколько копеек в течение дня туда-сюда. И связано это будет с тем, что доллар вновь обрел некую поддержку вот в лице последнего фактора, там, заявлений господ СФРС. То есть курс доллара будет расти, но при этом курс рубля сильно падать не будет, вот как раз по причине того, что денежная масса, она сокращается. И поэтому вот это вот нахождение уровня в 30, сам по себе уровень 30 уже сильный технический уровень, плюс еще фундаментальные факторы накладываются, оно, конечно, может продлиться, ну, достаточно долго. Потому что, чтобы его преодолеть, нужно, чтобы либо резко была снижена ставка со стороны ЦБ, нашего, российского, что, конечно, вряд ли возможно в текущих условиях, даже несмотря на все заверения предпринимателей. А резко, что ты называешь резко? Ну, например, сразу на процент, на 0,75, вот где-то так, да. Это вряд ли возможно. Для этого есть там целая гамма причин, потому что, в отличие от ФРС, господин Игнатьев четко сказал, что основной ориентир для Центробанка это инфляция. На четверть процента, тем не менее, все-таки можно, да? Ну, на четверть процента, я не думаю, что это сильно, с учетом того, что ставка рефинансирования у нас, это не тот инструмент монетарной политики, как в США, и то, что инфляция у нас все-таки носит характер, прежде всего, инфляция издержек, а не монетарный, как в США, даже снижение на четверть процента, оно не даст того эффекта, который дает, скажем, снижение ставки, когда оно было в Соединенных Штатах. Именно поэтому, я думаю, что в ближайшее время, с учетом того, что ЦБ ведет довольно такую неактивную политику, соотношение около 30, оно будет оставаться на протяжении довольно долгого периода времени. — Наташа, ты как смотришь на рубль? — Ну, на самом деле, на первый квартал уже озвучены факторы про денежную массу, да, и про наш дисбаланс текущего счета, когда у нас экспорт все-таки идет превышающими темпами импорта, и рубль традиционно укрепляется в первом квартале, да, поэтому, в принципе, я ожидала, что первый квартал будет достаточно хорошим для российской валюты, а вот потом уже все-таки большее значение будет отходить к внешним факторам, да, как мы увидим развитие рынков и так далее. И я все-таки считаю, что 30 рублей за доллар, ну, если мы говорим о, там, втором квартале, то это уже, ну, наверное, не очень такое... — Не то, что нереально, это очень оптимистично, на мой взгляд, да. То есть я туда вот ближе к 31 рублю все-таки смотрю, там, 31, 31,50 вот уже к началу лета. — Ну, ты как минимум согласен с Олегом в том, что он будет относительно стабилен, несмотря на то, что... — Ну, да, в целом просто он тоже, ну, я не считаю, что будут какие-то такие сильные встряски, — Горки, да, горки. — Да, резкие движения по... — Мы говорили же, да, с вами в том числе, вот доллар-рубль там коррелирует с евро-долларом. Смотрим на евро-доллар. Евро-доллар падает, и причем достаточно серьезно, а этот парень все-таки так крепенько стоит. — Да, ну, и по рублю еще хотелось сказать, интересно, я смотрела объемы торгов последние дни, и все дни, они были, собственно, невысокие. То есть когда нефть у нас росла, и логично было бы рублю как-то на это прореагировать, укрепиться, объемы торгов, они вообще были там ниже среднестатистических, ниже 5-6 миллиардов нормальных, они были там порядка 3,5 сильно ниже, по инструменту вот рубль-доллар. Сегодня они выросли в моменте там выше 6-7 миллиардов, это на середину дня, когда я смотрела, то есть явно прошла очень крупная покупка долларов, как только, собственно, у нас немножко произошел дисбаланс. То есть это вот было очевидно, что был крупный вход в рынок, скажем так. Ну, я думаю, что по отношению, вот если брать курс доллара по отношению к каким бы то ни было, там, основным валютам, и резервным, и нерезервным, ну, тем не менее, которые вот в корзинах присутствуют на валютных рынках, так или иначе, бегство доллара, оно будет способствовать укреплению практически не только к рублю, но там доллар по отношению ко всем валютам в ближайшее время будет укрепляться. Рост объемов, ну, мне кажется, он связан в первую очередь как раз с тем, что вот именно невысокие показатели, объемов торгов до последних событий, связаны в том числе и с тем, что просто в самом себе объем денежной массы был невелик, да, рублей было не так много, чтобы они могли перетекать там, соответственно. И поэтому, несмотря на высокую нефть, объемы были невелики. Еще один момент, который важный тоже стоит отметить, на мой взгляд, это то, что в последнее время, вот мы довольно часто говорим о том, как же может повлиять поведение, значит, на нефтяном рынке, на, значит, курс рубля, на индекс РТС. Ну, когда уже совсем ярко вырисовывается тренд, когда мы видим свечи вниз по рынку нефти, да, мы видим некоторые изменения на индексе РТС, как на долларовом индексе, да, и на валютном рынке. Но вот в последнее время... То есть ты сейчас говоришь о том, что они, с одной стороны, взаимосвязаны... Они, вот то, о чем я говорил, что если раньше была довольно четкая взаимосвязь, и корреляция была там, ну, если там не один, то близко к 0,99, да, то сейчас, я думаю, что корреляция не такая уже тесная, потому что мы видели, что при высоких ценах на нефть покупок в рубле не было, при высоких ценах на нефть на протяжении довольно длительного периода времени, мы видели, что индекс РТС, он, собственно, вел себя достаточно вяло, то есть существенных изменений не было. Были некоторые изменения в срочных контрактах на индекс, но это, скорее, связано с особенностью российского рынка, потому что у нас более ликвидных контрактов-то и нет, кроме как на индекс. Это да, это да. Вот. А так, по большому счету, такой зависимости, которая была когда-то, уже нет. И с этой точки зрения, я думаю, что вот эта спекулятивная составляющая, которая в ценах на нефть была, после того, как, допустим, в течение ближайшего времени она элиминируется, то есть цена на нефть чуть-чуть снизится, мы, опять же, увидим все те же, наверное, незначительные объемы торгов. Несмотря на то, что мы каждый раз говорим, что у нас на российском рынке январь и февраль это наиболее активные по оборотам месяцы. И, кстати, прошлый год, 2012, это подтвердил. По большому счету, после роста января-февраля, мартовский отскок вниз, собственно, зафиксировал индекс на уровне 1450. Ну, примерно. Где он, собственно, и проболтался в течение всего 2012 года. А если раньше сравнивать, там, еще 3-4 года назад объемы торгов в среднем за январь и за февраль на российском рынке, это будут абсолютно другие цифры. А вот это тоже надо учитывать. То есть помимо всех этих факторов внешних, еще фактор объема торгов, конечно, крайне важен. Потому что может быть очень прекрасный позитивный фон, он может быть просто великолепным. Но при маленьких объемах расти не с чего. Я понял, Дим. Отличемся немножко от российского рынка. Я хотел бы прокомментировать. Открылись американцы. И в моменте показывают отрицательную динамику. Ну, на открытии, что уже само по себе любопытно. По 0,3% и тот и другой. CP вот сейчас 1504. Ну, практически стоит он на уровне 1500. Ну, что будет дальше, посмотрим. Наши продолжили падение. Может быть, не так активно. Но, тем не менее, давайте посмотрим теперь на российский рынок. Ну, в частности, первый вопрос. Наташ, ты как представитель одного из ведущих банков Российской Федерации. Тебе и флаг в руки, да? В ЭТБ сегодня лидер падения. Больше 4% уже падают акции этого банка. Сбербанк, тем не менее, относительно спокоен. 1,3%. Есть в этом логика какая-то? Олег, вот, наверное, как раз не ко мне вопрос. Потому что детально я как раз котировки бумаг не отслеживаю все-таки. Ну, давай так. Давай с фундаментальной точки зрения. Смотри. Вчерашняя публикация протоколов. Это, прежде всего, речь о монетарной политике. И, как правило, на какие-то сведения, да, с точки зрения, вот, так сказать, действий Федрезерва, да, в первую очередь банковский сектор реагирует. Что логично. Вот будем считать, что, так сказать, падение, нынешнее падение ВТБ, как часть российского банковского сектора, это оправдывает. А Сбербанк, вот, он почему-то скромнее падает. Ну, давай, Олег. Ну, у меня пару слов буквально насчет поведения ВТБ и Сбербанка. И, что касается того, что Сбербанк себя чувствует довольно уверенно, то это, на мой взгляд, связано с тем, что технически вся ситуация для снижения бумаг Сбербанка, она созрела чуть раньше. И в тот момент, когда вот это заявление со стороны ФРС прозвучало, и когда все рынки ушли в красную зону, Сбербанк уже к тому времени большую часть своего снижения отпадал, отыграл. Потому что объективно Сбербанк, ну, будучи лидером по оборотам торгов, уже там не первый год на российском рынке, и показывая, в общем-то, очень неплохие результаты по сравнению с другими результатами других эмитентов, да и даже не говорю в банках, я имею в виду там дорогих секторов, в общем-то у него фундаментально причины для роста есть. Вот мы только недавно как раз анализировали деятельность Сбербанка, мы ждем очень отчетность по МСФО за 12-й год, посмотрим, то, что будет рекордная прибыль, скорее всего, это уже понятно, на какой процент будет рост в этом вопросе. А что касается ВТБ, ну, просто бумага не столь сильна, объемы в ней не такие большие, как я уже говорил, если объемы небольшие, то и проще падать. Хотя на ВТБ у нас, в общем-то, виды довольно-таки неплохие на 13-й год по сравнению с 12-м годом, потому что есть идеи, появилась идея приватизации 10-процентного пакета государства, возможно, будет проведена и доп.эмиссия, и плюс незаслуженно обойденная бумага, которая в течение почти полутора лет, вторую половину 11-го и 2012-й год была, ну, просто обойдена инвесторами, она была недооценена, она была даже в какой-то момент перепродана. Видимо, инвесторы имеют длинную фондовую память. Ну, конечно, нет, на нее просто все откровенно обижены. Я, кстати, хочу напомнить, что с подачи первого лица государства господин Костин даже временный выкуп объявлял по цене размещения, 13-6, если помните, планировал, что это как-то должно подстегнуть спрос, но это временно подстегнуло, но там были такие условия выкупа, что не так много людей оставались с 7-го года до 12-го, смотря как бумага с 13 копеек падает до 2-х там в минимуме, да. Но, тем не менее, я думаю, что, в общем-то, финансовые показатели банка, они, конечно, не столь рекордные, как у Сбербанка, но тут и масштаб бизнеса другой, и объемы активов, и объемы портфелей другие. Но, тем не менее, на 13-й год у нас позитивный вид на ВТБ, и мы считаем, что после такой коррекции, мы, это, я имею в виду, наша команда, я понимаю, я только себя поразумеваю, да, вот, считаем, что после коррекции будет, оскок, в общем-то, он вполне, наверное, будет оправданным в данном случае. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда, дальше мы продолжим разговор о отечественном рынке, времени не так много, я просто проанонсирую, наверное, будет интересно, и, кстати, вот есть уже вопросы по этому поводу, как будет дальше двигаться акции «Газпрома». Понятно, да, мы некоторое время назад, 133-130, поддержка, пробьет, не пробьет, отскок был, мы видели, два дня назад, до 137 практически, ну, а сейчас «Газпром» за компанию со всеми падает, 135,5 стоит бумажка. Что ждать дальше, вот, в частности, от «Газпрома», мы об этом поговорим. Но поговорим уже после того, как послушаем. Итак, последняя часть нашего эфира, 12 минут осталось, мы отвечаем на вопросы и делимся некими прогнозами, наверное. Ну, один из них, а точнее уже два вопроса по поводу «Газпрома», Олег, как ты видишь его? Ну, вот вы, когда начали говорить про «Газпром», до паузы сказали, что он падает вместе со всеми, и вроде бы уже все свои уровни поддержки отпадал, и пора бы ему уже отрасти. Но я на этот факт замечу другим фактом, то, что какие бы уровни поддержки не были, если фундаментально у компании не все хорошо, не все в порядке, то, конечно, технические факторы уходят на второй план. Давайте посмотрим, что происходит с «Газпромом». «Газпромом». Компания колоссально увеличивает свою инвестпрограмму. Инвестпрограмма последние несколько лет росла просто как на дрожжах. Компания вынуждена консервировать ряд проектов. В частности, был законсервирован штокмановский проект газовый, потому что норвежская сторона в лице Статойла просто вышла оттуда, мотивировав это дороговизной. Ну и понятно, когда нефть находится на шельфе моря, добывать ее дороже, чем если она на суше. А болгары не смогли достичь договоренности с «Газпромом» о южном потоке. Вот это вот нефтепровод «Бургас Александрополос», который добывается, нефть добываемая в России идет по дну Черному моря, выходит и по европейской территории уходит. Все страны договорились, болгары нет. Экологические требования, население против. Соответственно, среднеазиатское направление для «Газпрома» сейчас тоже далеко не самое позитивное, потому что туркменский газ идет в Китай вместо «Газпромовского». И последняя отчетность за 9 месяцев у «Газпрома», она, в общем, довольно четко показала, что идет снижение продаж газа на всех основных направлениях. На европейском направлении, на среднеазиатском направлении и даже внутри территории самой России. Добавим к этому возможный подрыв монопольного положения «Газпром» со стороны «Новотека» недавнее заседание комиссии «Теку» президента, когда Сечин говорит о том, что у «Роснефти» 21 триллион кубометров газа, который, по сути, некуда девать, надо его куда-то деть. И «Новотек» присоединяется к этому, а у «Газпрома» запаса 29. То есть не такой уж большой разрыв. И если еще монопольное положение «Газпрома» будет нарушено на экспорте газа за рубеж, то тогда компании придется по-другому оптимизировать свои расходы и считать. И поэтому все эти факторы, они, в общем, дают некую пищу для размышлений. И в заключении по поводу «Газпрома» один такой забавный момент. Я анализирую гасчетность за 9 месяцев и вижу, что по статьям оплата труда в целом и по статьям амортизация, представьте, да, капиталоемкая достаточно бизнес все-таки, да, газовотрасль, масштабная, где нужны постоянно амортизировать свои активы. Такой-то амортизации у «Газпрома» за 9 месяцев меньше, чем фонд оплаты труда. Да. Здесь надо выдержать паузу, мхатовскую паузу, и вздохнуть потом. Вот как оно оказывается. Ну, то есть то, что происходит сейчас с «Газпромом», вполне оправданно. Это неудивительно, по крайней мере. Ну, я думаю, что, так сказать, шансы что-то изменить у компании, безусловно, есть. Воля нужна. В ближайшее время, наверное, что-то будет принято, потому что, как только теряется монопольное положение, уже сама по себе политика поведения. Потому что олигополия, да, это немножко другие рынки, да. Хорошо. Наташ, вернемся, есть вопросы по валютному рынку. Ну, и в целом, если ты несложно, прокомментируй, пожалуйста, твое видение, да, что дальше нам ждать, будет ли продолжать укрепляться доллар, вот, в частности, в паре евро-доллар. Что будет, кстати, с доллара и иеной, тоже очень интересно. Ну, в паре евро-доллар, действительно, сейчас мы видим, за последние дни евро сломило тот долгосрочный восходящий тренд, который у нас был с июля. С июля, в принципе, мы видели рост европейской валюты. Вот, и сейчас, с технической точки зрения, оно с этого тренда ушло. И я считаю, что фундаментально, да, когда мы не видим поддержки со стороны экономических данных, мы видим ФРС, какие-то возможности смены политики. Действительно, доллар сейчас смотрится гораздо позитивнее, чем там буквально пару недель назад. И в плане евро-доллара ближайшая цель, наверное, все-таки 1.30, да, то есть где-то вот 1.30, 1.32, он может в этом коридорчике пока остановиться. Вот, ну, в плане, соответственно, доллар-иены, там продолжается, опять же, та же самая ситуация, да, мне кажется, что иена пока ослабевает и будет продолжать ослабевать, как бы, за внутренних, соответственно, политических факторов в стране, потому что, несмотря на все разговоры, позиция политиков встает одной и той же для поддержки, собственно, собственной экономики. Ну, и тем более, да, опять вот Олег рассказывал, да, что на G20 собрались, и вроде бы мы все ждали там пожурят японцев. Собственно, ничего особо не было, это не то, что G7, они все-таки как-то еще попытались сказать, что мы приверженцы, а G20, в общем-то, этот вопрос благополучно проигнорировали. Нет, ну они, конечно, пожурить-то они, может, и пожурили, они сказали, да, вот Япония, наверное, поступает не совсем правильно, а манипулируя своим курсом, потому что в перспективе это же может быть создан прецедент, если одна страна, имея статус резервной валюты, может манипулировать. Так себя везет, да. Потому что статус резервной валюты, он обязывает некий контроль довольно жесткий вести над своей валютой. Если одна страна может себе позволить, почему не могут этого сделать другие? Они подумали, поговорили, согласились, вышли из зала заседания, и каждый пошел своей дорогой дальше, решать свои, свои экономические задачи. Логично. Я понял, хорошо. И опять вернемся к российскому рынку, давайте в целом опять посмотрим, если какие-то есть идеи, на ваш взгляд, интересные, да, в данный момент, я с удовольствием бы о них услышал. А, Наташа, еще к тебе вопрос. По поводу перспектив золота, если не сложно, опять-таки, да, вот я напомню, на прошлой неделе мы видели, и в начале этой недели здорово просело золото, ниже 1600 и вот 1560, там, видимо, нащупало поддержку, она еще с прошлого года, даже там с 11-го года, по-моему. А что в перспективе, как ты думаешь? Если глобально посмотреть на золото, я боюсь, что ничего там особо позитивного в ближайшие месяцы не нарисуется, потому что столь сильный рост золота в последние годы, он во многом был обеспечен началом КУЕ во всех странах сразу, да, то есть это как, там, одна из мировых валют, ну, условных мировых валют золота, оно было вынуждено, как бы, укрепляться, причем, там, ко всем. Потому что все остальные валюты, да, начинают формально обесцениваться. Да, и сейчас мы видим процесс, ну, как минимум, затормозился, если пока не развернулся, но уже какие-то первые, там, признаки, звоночки появляются. Таким образом, для золота вот эта резко спекулятивная идея поддержки, она сейчас исчерпанная, я думаю, в лучшем случае это будет какой-то там боковик, а в худшем он там уйдет на 1,400, ну, это так очень глобально и долгосрочно. Ну, мне кажется, что там каких-то сильных идей на рост золота вот именно сейчас в моменте нет. Ну, вот эти пресловутые инфляционные ожидания не могут толкать его куда-то, к новым историческим. Ну, если смотреть сейчас за уровнем инфляции, в принципе, во всех странах он благополучно снижается. То есть США, он под контролем, в еврозоне он идет ниже 2%, как нам обещал ЕЦБ, в ближайшие месяцы ниже таргета. Соответственно, у нас тоже, ну, у нас не в Китае там нет каких-то сильных таких прям инфляционных рисков в моменте. То есть если они не появятся, то, наверное, уже через несколько месяцев, если появятся. Я понял, я понял. Два добавления. Давай, давай. По поводу инфляции, согласен с Натальей абсолютно. Только единственное, нужно, ну, если мы говорим о России, например, да, и о Китае, и о США в том числе. Есть же альтернативный, да, способ подсчета инфляции. Есть инфляция... Официальная. Официальная, да. Есть инфляция реальная, а реальная сейчас не будем, да. Что у нас происходит с реальной инфляцией, это тема отдельного разговора. Отдельной программы, сухой остаток. Даже, может быть, и отдельной программы, если, кстати, вы сделаете, это будет замечательно. Ну, я с удовольствием. Второй момент по поводу золота, абсолютно согласен, что, наверное, в краткосрочном периоде каких-то сильных изменений ждать не стоит. Ну, с учетом бегства в доллар, понятно, что, так сказать, аппетит к риску, он меняется, и понятно, что золото будет в каком-то этапе дешеветь. Но, если мы посмотрим в более долгосрочном периоде, то, если я вам скажу один такой факт, может быть, вы будете удивлены, но за последние 12 лет, 12 лет, год к году в мире из всех инвестиционных инструментов рос только один. И это золото. То есть, с долгосрочной точки зрения, с учетом именно того, что все-таки его количество, в отличие от различных срочных инструментов, которых можно конструировать сколько угодно много, его физическое количество ограничено. И это дает возможность хоть как-то близко к истине пытаться измерять спрос и предложение на этот актив, а именно его физическая ограниченность, она дает возможность ему сильно не обесцениваться в течение длительного периода времени. И вот как раз эта спекулятивная составляющая, которая очень сильно вырисовывается на рынке нефти, и отказ от нее послужил со снижением со 147, аж чуть ли не до 1938 году. На рынке золота такое практически невозможно в силу того, что реально спекулятивная составляющая не столь велика, и объем золота, он все-таки конечен, и он известен. Потому что, в отличие от нефти, оценки абсолютно разные. Например, картель ОПЕК, мне кажется, он на последних заседаниях своих, он сам не очень представляет, сколько он добывает. Потому что есть оценка по методике Международного общества нефтяников, да, есть оценка картеля. Но в реальности мы же с вами не знаем, сколько добывается, да, и сколько, собственно... А оценки эти на чем основаны? Международная экспертиза независимая, есть, значит, аудиторы, которые... В какой-то степени предположения тоже, да? Предположения. Вот там вот зарыто столько предположений. Но есть понятие разведанных запасов, есть понятие доказанных запасов, и есть понятие, скажем так, ориентировочных, да, запасов. Это три разных понятия. Поэтому, вот мы когда видим там по запасам, там, А, Б, С, вот это все, разные группы запасов. Поэтому, когда мы говорим о запасах нефти, нужно понимать, что их количество, оно точно до конца, ну, малоизвестно. И поэтому, соответственно, шансов для спекуляций, для заработка на спекуляциях, он, естественно, выше, чем на рынке золота. На мой взгляд, именно как раз это позволяет золоту, в общем-то, последние 12 лет год к году расти. Там, где-то больше, где-то меньше, но все-таки расти. В общем, мало какой инструмент может похвастаться такой стабильностью в условиях мировых финансовых кризисов и турбулентности. Да, да, согласен с тобой. Ну, то есть, правильно ли я тебя понимаю, вот, исходя из этого, ну, такие некие долгосрочные перспективы у золота однозначны? Я думаю, что да, я думаю, что да. Можно говорить о темпах роста, там, стоимости за унцию 5-7, там, 10%, можно говорить 20%, да, но то, что будет, пускай незначительный, но рост, я думаю, шансов на это значительно больше, чем у всех остальных инвесторинструментов. И даже выдающиеся, скажем так, инвесторы современности, типа Джима Роджерса, типа Уоррена Баффета, на вопрос о том, что же они считают наиболее стабильным инструментом, они в первую очередь, конечно, говорят о золоте. А потом, во вторую очередь, уже обо всем остальном. Вот, поэтому это все-таки показательно достаточно. Согласен, согласен. Друзья мои, ну, времени не остается больше, мы тогда обо всем остальном уже завтра поговорим. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, в студии были Наталья Ешилова, главный аналитик Бинбанка, и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела национальной компании Реком Трасс. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание, я еще раз хочу подчеркнуть, то, что началось со вчера, продолжилось сегодня, вполне вероятно, продолжится и завтра. Это долгожданная коррекция, ее мы долго ждали, спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания. Спасибо. До свидания.